Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Сейчас буду рассказывать, какая гениальнейшая идея мне пришла в голову. Значит, сидел я, лазил по сайтам, смотрел, какие сейчас сцены на Турцию. Ну, вообще, куда можно поехать. Ну, куда вот можно вот просто вот собрался и поехал. Где не нужно никаких тестов, не нужно никаких справок, ничего не надо. Вот. Я увидел, какие сейчас сцены на Турцию. Я посмотрел те места, где я еще не был. Я еще не был, получается, в Анталии. Мы как бы туда прилетали, но сразу уезжали. Вот. И мне было бы интересно посмотреть этот город. Итак, я купил путевку. Знаете, сколько она стоит? 125 евро на человека. Это перелет туда-назад, страховки, все возможные, которые могут быть. Ну, единственное, они делали страховку от невыезда. То есть, если вы вдруг заболели перед выездом, то обычно деньги возвращаются. В данной ситуации нет, ничего не вернется. Эта страховка стоит примерно, я вам скажу, если не помню, сколько она стоит, не буду об этом говорить. Входит перелет, проживание 7 дней. И в отеле еще будет питание на 7 дней. То есть, это супер низкая цена. Многие люди спрашивают, Алексей, до какого времени можно отдыхать в Турции? Какая-то погода зимой вообще, что там происходит? Поэтому, в принципе, вы скоро об этом все узнаете. Сказал, мы скоро об этом все узнаете. Вы скоро об этом все узнаете, и я тоже об этом узнаю. Ну, а теперь давайте почитаем отзывы про отель, который мы выбрали. Да, самое главное, что я попросил список. Говорю, можно мне списком вот все, что вот начиная с самого дешевого, что есть в Анталии. Мне сбросили список, и из списка я выбрал самый-самый дешевый тур. То есть, он, ну, тур по низкой цене. То есть, он был первый в списке. Вот. Я не знаю, что это будет за поездка, что там сейчас творится в Турции, какие там ограничения. Нету ограничений. То есть, я даже новостей не читал, просто купил. Потому что цена, мне кажется, просто очень низкая. Вот, границы никто не закрыл. Думаю, что бы не полететь, правда? Вот так вот. Ну, если зайти на сайт, сейчас скажу, Top Hotels. И у отеля, получается, отель называется Citrus Park Hotel. Даже тут показано, что у него 4 звезды. Вот. Оценка на Top Hotels 3.67. Я так понял. И еще оно оранжевым таком, оранжевым цветом. То есть, я так понял, что на Top Hotels, он как-то не особо такой и классный считается. Что же пишут про него люди? Я просто, когда почитал, это было просто жесть. Сейчас я вам почитаю пару комментариев от людей. Первый комментарий. Мы поехали по путевке от Annex Tour. Путевка была недорогая. Но в любом случае, отель не стоит даже такой цены. Вот. Уборка в номере была один раз за 9 дней. И для этого необходимо повесить табличку на дверь. Плюс сообщить на ресепшене. Но если в этот день большой выезд, короче, не уберутся. Кондиционер включается только удаленно на ресепшене. Ну, я думаю, там уже не особо так жарко будет. Но единственное, что может, нужно будет кондиционерное отопление включать. Фенстар перегревается. Перестает работать. Завтраки грустные. Иногда делают салаты из остатков прошлого завтрака. Вот. То есть, ничего хорошего. Но сейчас прочитаю еще один комментарий. Он меня просто удивил. Сейчас зашел на сайт Турправда. И тут на Турправде оценка у этого отеля 1. Вот. То есть, и тут люди... Первый же отзыв. А, один отзыв есть. Пишут. Ужас. Вот. У нас номер superior. Вот. Фена нет. И тут фотографиями все приложили. Чайника нет. Кофе чая нет. Посуды нет никакой. Воды питьевой нет. Сейфа нет. Ну, люди узнали, что он платный. Ну, да. В принципе, в Турции сейф практически везде платный. Вот. Самое важное. Нас заселили в номер с полными шкафами чужих вещей. И это есть фотофакт. Человек показывает в фото, что реально полные шкафы чьих-то вещей. И что дальше про это пишет? Ну, это, мне казалось, это нереально. Такого не может быть. Вот. После того, как мы пришли на ресепшн и сказали, поменяйте нам номер, мы не будем там жить. Парень сказал, что это вещи студентов. Они разве вам будут мешать? Ну, вот. Хочется написать матом, человек пишет. В итоге сказали, что номеров больше нет. Смешно. Полупустой отель. Они собрали все вещи, огромные четыре пакета и унесли. Ну, вот такой вот. Наверное, в другой номер. Вот так вот. Короче, сервис ноль. Работаю 9 лет в туризме. Впервые ужас. Вижу такой ужас. Я просто в шоке. Я не знаю, есть там клопы или нету. Сейчас мы посмотрим на фотографии. Но вроде про клопов никто ничего не пишет. Хотя вот по описанию пишет, что отель открыт в 2019 году. То есть, отель новый. Реставрация номерах в 2020 году. То есть, он год проработал, потом еще сделали реставрацию. Вот. Состоит из одного пятиэтажного здания. Я, смотрите, я обычно вот вначале всегда читаю отзывы. Потом приезжаем на место и смотрим, действительно ли это так. Вот. Так что, посмотрим, что там как. Вот. Потому что люди говорят, вот. Ну, многие ограничены в бюджете. Пишут, спрашивают, сколько стоит вот минимальное. Ну, минимально поехать, что вы за это получите. Вот. И я вам подробно все покажу. Считаю. 125 евро с перелетом на человека туда-назад. С проживанием. Еще какое-то питание будет. То есть, это просто копейки, мне кажется. Единственное, за что я буду очень сильно переживать. Вы видели в прошлом видео, что я начал пасить капусту. И теперь всю поездку я буду думать, как же тут моя капусточка. Потому что ей нужно остаться пару дней, а я уже вот-вот уезжаю. Вот так вот. Вот такие дела. Изначально думал, может не ехать, потому что капуста квасится. Кто же за ней уследит. Вот. Потом все-таки решил поеду. Вот такие дела. И по поводу попутчика, это вы узнаете в следующем видео. Кто же со мной отважился полететь в такое путешествие. Так. Рассказываю, как я искал тур. Смотрите. Я вот, когда вы определяетесь тем местом, куда хотите лететь. Я в турагентстве сказал, говорю. Пришлите мне список. То есть, чтобы там были самые низкие предложения. Понятно. Многие турагенты вряд ли будут такое предлагать. Потому что они же хотят, чтобы все-таки к ним потом еще вернулись. Вот. Я сказал, вот мне самое-самое низкое. И я начал смотреть этот список. Вот. И там уже можно самому просмотреть эти отели. Что есть в предложении. Мы изначально выбрали другой отель. Вот. Но пока я думал. Ну, ехать, не ехать. Короче, то предложение уже все. Потом через час мне прислали опять новый список. Я буквально. Вот. Короче, все, что было. Вот. Я решил. Вот. Самые первые в списке. Это и беру. Вот. Поэтому это самое-самое низкое предложение, которое было. Вот такие дела. Поэтому, к чему я это все говорю, что кому важна цена, кто хочет супер дешево полететь, просто говорите в агентстве, что есть сейчас самое дешевое. В Египет, в Турцию или куда вы там хотите полететь. Вот. И вам могут просто списком сбросить. А вы уже сами выберите, если для вас важна цена. Так, завариваю тебе себе чай. Смотрите, у меня есть еще с 2013 года. Это какой-то чай, который купили в Таиланде. Он, по-моему, называется Толи Кудин. Я долго искал название. Вот. Этот чай невозможно пить. Вот. Бросаете туда листик или два. Заливаете кипятком. Он очень горький. Это просто... Не знаю. Ну, я пару раз попил, и мне он прям как-то отлично так заходит, прям нравится. Я люблю очень такое все перченое, что-то необычное. Вот. Поэтому будем пить чаек. Чем занимаешься? Я играю. Играешь? А ты знаешь, что папа уезжает. Хочу с тобой. Со мной? Папа сам поедет. Я за мной. Ты расстроилась? Хочешь с папой? Вот. Куда хочешь ехать с папой? Я не могу. Тебе все равно, да? Скажи, ты мой самый лучший попутчик. Скажи, тебе все равно, куда ехать? Лишь бы ехать, правда? Только камеру не поломай мою. Хорошо? Все. Что привезти тебе? Вкусненькое. Что-то вкусненькое? Все, я собрала игрушки. Собрала игрушки? Да. А тебе что, шоколадку привезти? Нет, у меня есть конфеты. Хорошо. Конфеты привезти? Нет. Ничего не надо привозить? У меня дома есть конфеты. Игрушек привезти? Нет. Ничего не надо? Нет, сок. Сок привезти? Да. Какой? Шоколадный. Понятненько. Шоколадный сок. Хорошо, договорились. Так, ну что, будем собирать сумку. Смотрите, вот все мои вещи, которые я беру на отдых. На отдых это такие органайзеры. Там футболки, рубашки, в одном шорты, носки, трусы. Это кофта, которая одевается сверху. Обязательно полотенце и мои кроксы. Вот. Я думаю, они в этот раз что-то мне не пригодятся. Мне кажется, там холодно будет. Вот. Ну как? То есть не пригодятся, чтобы я уже одевал их в самолете. Обычно, когда в Египет летел, я уже дома их одел даже и летел их. То есть сел в такси и получается у меня с собой ни кроссовок, ничего не было. В этот раз беру уже кроссовки, потому что я думаю, они мне пригодятся. Потому что вечерами пишет там 9-10 градусов. Что? Сейчас будем это все дело упаковывать. И самое главное, конечно, я беру с собой удлинитель. Вы не представляете, насколько это нужная вещь в поездках. Вот он. У меня лежит, я его уже положил. Вот. Потому что обычно в номере одна несчастная розетка, либо две и так они расположены очень далеко. Удлинитель себе подтянул. Там поставил камеру заряжаться, телефон. И все рядышком. Очень удобно. Так. Ну что? Сумка сложена. Я еще пошел в магазин. Сходил в магазин и купил себе, что я буду брать. Какой еду в самолет. Смотрите. Что я беру в самолет? Сникерсы. Потом беру вот такие шоколадки. Вот 4 штуки. И беру бутерброды. Вот. Что? Ой. Ой, там нету шоколадок. Тут не вкусные шоколадки. Я люблю вот эти шоколадки. Увидела то, что тебе нельзя видеть. Какой у тебя красивый халатик. Кто? Зайчик? Зайчик? Пойдем. Сейчас будем сказку тебе рассказывать. Так. Надо попрокалывать капусту. Смотрите, как я ее прокалываю. У меня есть такой красивый шампур. Это мне, кстати, тоже кто-то из подписчиков написал. По шампурам очень классно прокалывать. Тебя поснимать? Сейчас поснимаю. Сейчас я прокалю. Вон, выходит воздух. Все, я все сделал. Сейчас. Давай буду тебя снимать. Что ты будешь? Что-то рассказывать будешь? Что? Зайчик. Ты зайчик? Как зайчика зовут? Рассказывай. Пекик. Как? Пекик. Пекик? Что за зайчик Пекик? Я о таком зайчике никогда не слышал. Откуда он взялся? Из леса. Из леса? Мы делали зайчик. В садике делали зайчик? Угу. Добрался я до кровати. Получается, завтра у меня вылет будет днем. Вот. И я... Сколько? В час сорок вылет. Вот. И... Так, Даша тут пришла. Что я хотел сказать? А, по поводу онлайн регистрации. Иногда можно регистрироваться онлайн. В данном случае у нас онлайн регистрации нет. Вот. Такие дела. Поэтому будем на стойках регистрироваться. Порочек будет. Ну, чем мне нравятся вот эти дневные вылеты, то, что ты лететь недолго. И это не ночной. То есть мы будем выспаны и все будет классно. Теряется, правда, как бы день, но ничего страшного. Зато будет... Будем отлично себя чувствовать. Пока мои деточки любимые порочки. Кто-кто? Порочки. Порочки? Да. Это кто такие? Это порочки. Это дети такие плохие. Первый раз слышу такое слово. Вот. Да, на этой прекрасной ночи заканчиваю видео. Так что вам сделал такую интригу. Тур за 120 евро на одного. Это... Я не знаю, что из этого получится. Так что смотрите следующее видео. И узнайте, с кем я лечу, кто отважился на такое необычное путешествие. Вот. Всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. Обязательно подписывайтесь на канал. И самое главное, путешествуйте. Всем здоровья. Пока.